Добро пожаловать на канал о криптовалютах Neolife. Всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о новостях. Как вы знаете, на днях платформа Magnetic добавила бесплатный экран монет новой сети Xahao от создателей XRP Ledger. А теперь платформа Magnetic добавляет клейм монет сети Xahao. И для того, чтобы комфортно получать награды, весь этот функционал реализован на платформе Magnetic. Теперь каждые 30 дней можно получать 0,34% от вашего баланса монет HAN. И для этого нужно зайти в свой кошелек на Magnetic и выбрать сеть Xahao. Затем первый раз нажать кнопку получить Xahao награду и запустится таймер. И далее вернуться через 30 дней и снова нажать кнопку. И вы получите 0,34% от вашего среднего баланса монет HAN на ваш кошелек. И теперь вы можете нажимать кнопку каждые 30 дней и получать 0,34% от вашего баланса монет HAN. Помните, чем раньше вы нажмете кнопку получить награду, тем лучше, чтобы таймер запустился быстрее и вы могли раньше получить свои награды. Соответственно, чем больше монет у вас HAN, тем больше наград вы получите через 30 дней. Ссылка на платформу Magnetic будут в описании к видео. Переходите и приумножайте свои монеты. Также еще одна отличная новость. Большой фонд Grayscale Digital добавил XRP в свои портфели. Это очень хорошо. Grayscale сейчас покупает XRP, а вы покупаете XRP. Далее, всем кто думает, что XRP это мошенничество, просто помните, что компания Ripple общается с мировыми правительствами, финансовыми учреждениями и банками, пожимая друг другу руки и заключая сделки. А если бы им не нужен был XRP для реализации своего плана, потратили бы они столько денег и столько времени на борьбу с CEC. Также еще бывший генеральный директор Bitmox Артур Хейс говорит, что биткоин начнет расти после 20 марта. Цена первой в мире криптолюты снизится минимум на 20-30% в марте 2024 года от любого уровня, которому к тому времени достигнет. И причина будет в денежной политике США. Биткоин вернется к росту сразу после 20 марта. Именно в этот день ФРС США предоставит прогноз изменения ключевой ставки, которая готовится сейчас комитетом по операциям на открытом рынке. Сначала биткоин резко упадет, но затем восстановится перед заседанием ФРС. Потому что биткоин, по его субъективному мнению, является нейтральной резервной валютой, которая торгуется по всему миру. И биткоин всегда реагирует, когда ФРС всегда отвечает вливанием липидности, когда дела идут плохо. Артур Хей сам не будет покупать биткоин до тех пор, пока не наступит март. Он считает, что одобрение SEC биткоин ETF приведет на крипторынок несколько сотен миллиардов долларов, которые подтолкнут цену биткоина к 70 тысячам долларов. Также еще одна новость. В 2024 году Банк России собирается отслеживать трансграничные переводы, которые связаны с покупкой криптовалют. Это следует из документа ЦБ. Полное исследование возможности отслеживания транзакций регулятор хочет завершить до 9 февраля 2024 года. Исследование проводится с целью установить возможность идентификации в совокупном объеме трансграничных денежных переводов физических лиц с операцией, связанных с покупкой и продажей криптовалют и оценкой стоимостных объектов. Согласно описанию, новое правило будет распространяться на физические лица, которые являются налоговыми резидентами Российской Федерации, а участниками следует стать минимум 20 российских банков, включая Файзинг, Юникредитбанк, БКСбанк, МПСбанк, Кивибанк, Ситибанк, ОТПбанк и некоторых других. И в конце декабря председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков рассказал о планах по регулированию криптовалют. Но единого мнения пока нет. Также еще Мистер Мэн пишет, что валютное кредитное управление Сингапура было одним из первых банков, которая опробовала продукты Ripple и RippleNet. Инфраструктура позволит деньгами перемещаться мгновенно и быстро рассчитываться. Они еще не используют XRP, они просто ждут выхода остальных участников в этом году. Ripple Effect пишет, поскольку фокус смещается от Bitcoin ETF и публикации списка Эпштейна к сообщениям об инопланьянах в торговом центре Майами, важно рассматривать эти события как основные отвлекающие факторы от всеобъемлющей глобальной финансовой перезагрузки. И среди этого хаоса держатели XRP окажутся наиболее информированы и устойчивыми людьми на планете. И в заключении видео капиталист Черный Лебедь пишет, что внедрение технологии Ripple связано с переплетающимися проблемами кредитных рынков, рынков облигаций, центральных банков и глобального долга. Таковы скрытые мотивы переоценки золота, говорится в отчете в World Bank, а XRP и XLM Stellar, как потенциальных стейблкоинок с установленной нужной на них ценой от сильных мира всего. Спасибо за внимание, я надеюсь вам нравятся мои видео, подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok